Думаю, многие уже заметили, что у меня буфера увеличились на три размера. О, это слов нет даже. Такая красота. Мы постоянно там чем-то занимались, разговаривали, беседовали. Нам было очень тепло, точно так же, как и по сей день, когда я начала немножечко понимать, что человек мне завидует. И тут у меня просто вот внутри появляется, знаете, такое прям чувство вины. Потеряла подругу, потеряла мужчину, с которым я общалась. Сейчас я просто не верю, что у меня имеется такая красота. Подушечку можно вот так вот перекинуть. Ну что, мои дорогие, всем огромный привет. Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что многие мои зрители продолжают за мной следить в Инстаграме. Если что, я еще раз оставляю отметочку, ссылочку на мой Инстаграм. Обязательно подписывайтесь. А сегодняшнее мое видео будет посвящено как раз таким моим изменениям. Что произошло в моей жизни, куда я собираюсь направляться. А направляться я собираюсь в свою новую квартиру, которую я недавно купила. Ну и самая, наверное, главная причина. Сегодня я хочу поподробнее рассказать вам про мое увеличение груди. Думаю, многие уже заметили, что у меня буфера увеличились на три размера. Это вообще была вот такая внеплановая моя покупка и неожиданное решение. Вообще, у меня в голове давно витало сделать себе грудь, немножечко поменять свою форму. Но я не думала, что я так резко на это решусь, что придя на консультацию в клинику, мне скажут, что вот у доктора Козлова есть как бы свободное место на 25 января. И я такая, блин, прикольно, это мой любимый доктор, давно хотела к нему попасть. Ну и я решилась, что все, я увеличиваю грудь в январе. После этого начались как раз-таки всякие трансформации, которые у меня сейчас в жизни происходят. Недавно я прям вот практически минимально хотя бы закончила ремонт в своей квартире. То есть вот эти вот всякие постоянные похождения по магазинам, постоянные покупки какие-то. Я заказала уже гардероб, я заказала уже себе зал, стол и стулья, кухня у меня готовая абсолютно, ну и, собственно, ванная. Осталось только обустроить прихожую. В прихожую я уже заказала большой шкаф. Ну и, собственно, вот-вот я буду переезжать и, собственно, готовлю для вас влоги. Обязательно ставьте лайки под этим роликом, подписывайтесь на мой канал. Ну и в этом видео я спрятала для вас слово. В этом ролике будут разбросаны буквы, из которых вы как раз-таки должны его составить и отправить мне в директ в инстаграме. Я делаю вам бесплатные расклады, я сразу же лайкаю ваши все фотографии. Ну и, собственно, обязательно перед тем, как начать смотреть это видео, пожалуйста, включите VPN, для меня это очень важно. Ну и, собственно, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Я обещаю вам, что это видео будет очень интересное, очень насыщенное. Ставим лайки и подписываемся на мой канал, а мы, собственно, можем начинать. Начну я, пожалуй, с самого главного моего переломного вот такого этапа. И это даже не грудь, это покупка квартиры. Мне папа говорит, слушай, мы решились все-таки продать нашу большую хату, помните, в которой я как раз-таки снимала страшные истории на красном фоне, моя вот эта легендарная комната. И я как раз-таки уже была как бы самостоятельная, прошла свою вот эту вот трансформацию. Родители увидели, что я уже готова ко многому. Ну и они мне сказали, все, дорогая моя, мы тебе добавим денежек, и выбирай квартиру, которая тебе больше всего нравится. Я выбрала просто наипрекраснейший район. Я буду жить на 11 этаже, 11 этаж, и те виды, которые я лицезрела, приходя в эту квартиру, я просто офигевала и понимала, что да, я сделала эту жизнь, родители сделали мне эту жизнь. Особенно, когда помогали мне с ремонтом, мы с мамой начали выбирать потихонечку. Когда они мне сообщили об этой новости, уже там всякие стены, я нашла прекрасного дизайнера, который мне как раз-таки там все разрисовал, описал. Я в этом, ну, прям на все 100% не шарю, но зато недвижимостью и квартирами занимается мой папа. И он мне очень помог во всем, что связано с ремонтом, обустройке квартиры. Мы там даже сносили стены в каких-то местах, чтобы все было как бы побольше и поуютнее. В итоге у меня зал соединен с кухней, отдельная спальня, в которой гардероб и даже в гардеробе есть окно. Везде окна, все красиво, везде будет светить солнышко. Я сейчас заказываю просто наипрекраснейшие красивые зеркала. Я очень рада, на самом деле, что я начала снимать видосы на свой канал в самом детстве, потому что сейчас я могу перелистывать просто каждый этап своей жизни и наблюдать за всякими влогами, моими путешествиями. И сейчас я обязательно начну снимать для вас влоги из своей новой квартиры, как я ее обустраиваю. И у меня, наконец-таки, когда я разобралась со всеми этими делами, мы с мамой там все посмотрели, купили все, что нужно. Я там оплачивала стулья, столы. Кухню мы сделали темно-бордовую, просто вот цветом, как мои ногти, можете посмотреть. В общем, все в моем стиле, я очень этому рада. После этого этапа я уже поняла, что все, я готова потихонечку возвращаться на YouTube, потому что было столько дел, и я не могу нормально разорваться, когда веду одновременно несколько социальных сетей. Еще, что же я вам хочу сказать и добавить, во время того, когда был ремонт в моей квартире, мы уже перебираемся к следующему моему жизненному этапу, через который мне пришлось пройти. Я написала своей подруге, с которой мы на тот момент общались, Настя. Я думаю, что вы о ней слышали, мы делали с ней женские встречи, и это был, ну, на тот момент для меня такой близкий человек, а я еще не комментировала все, что между нами происходило на тот момент. Естественно, Настя мне предложила пожить у нее, когда у меня наступил такой этап, что я съехала со своей квартиры, и мне, грубо говоря, было негде жить, потому что мои родители переехали в небольшую квартиру к моей бабушке на Патриаршие пруды. Ну, и я не хотела, как бы, жить вот в этой тесноте, да я уже сепарировалась от родителей, и Настя мне говорит, давай, поживи у меня, все будет окей. И что вы думаете, я спокойненько переезжаю к Насте, как бы, перетаскиваю какую-то небольшую, маленькую часть вещей к ней. Мне было, естественно, дискомфортно, как бы, в новой обстановке, дискомфортно было осознавать, что у меня немного вещей, и что вдруг меня куда-то позовут, придется ехать на мою квартиру, где как раз-таки идет ремонт, брать все эти вещи. Короче, началась вот эта вот вся суета. Ну, и меня приглашают на съемки на один телеканал. Я не могу пока что говорить, где я снялась, в чем я приняла участие, но, короче, там мне нужно было принимать участие достаточно долгое время. Когда мы пожили с Настей одну-две недели, естественно, произошла не очень приятная ситуация, когда я начала немножечко понимать, что человек мне завидует. То ей становится плохо в какой-то момент, она начинает плакать и не оправдывает это абсолютно ничем, то я чувствую какой-то вот этот вот дискомфорт. А вы же прекрасно знаете, что у меня есть способности. Я человек, который делает расклады просто, ну, уже более тысячи людям. И я чувствовала вот этот дискомфорт между подругой, да, ну, между мной и подругой, что что-то происходит, ну, не то. Особенно, когда я рассказываю о каких-то радостных новостях, она на них, ну, весело реагирует. Поняли, да, о чем я? Ну и что происходит? Я уезжаю на съемки как раз-таки вот этого шоу. Там больше, чем 10 дней мне нужно было сниматься. Она думает, что я уезжаю надолго, естественно, выставляет все мои манатки за дверь, говорит моей маме, чтобы она забрала мои вещи, и все. Когда я уже якобы приеду со съемок, я уже перееду в свою квартиру. Мне, естественно, она об этом не говорит. У меня там на съемке не было возможности вообще заходить в телефон. Я выпала там, ну, буквально на три дня из социальных сетей. Вообще я никому не отвечала ни на звонки, ни на что. Ну, и я не прошла дальше в этом шоу, да, и как бы получилось так, что я освободилась раньше. За то время, пока меня не было на связи, я узнаю, что Настя, во-первых, уже передала все мои вещи в квартиру. Мне пока что некуда ехать. Узнаю, что она подкатывала к мужчине, с которым я на тот момент общалась, хотя она говорила, что он вообще не в ее вкусе. Ну, понимаете, вот эта вот болевотная суета, которая меня просто, если честно, вымораживает, вот когда между девчонками присутствует вот эта вот конкуренция. А между нами всегда было какое-то напряжение. Да, мы могли работать вместе, да, мы могли делать прекрасные женские круги. Да, у нас было много общего, там, поговорить о картах Таро, поговорить о жизни, поговорить обо всем. Но я чувствовала, что присутствует какой-то дискомфорт. И, собственно, вселенная мне дала понять, что вот человек сам, как бы, выставил твои вещи. Она сама была уже не готова дальше, чтобы ты в ее квартире проживала. И мне папа говорит, Карин, твоя бабушка, она всегда тебя ждет. И она же как бы из Москвы, почему ты не можешь к ней переехать на время? Есть свободная комната, где ты можешь пожить. И тут у меня просто вот внутри появляется, знаете, такое прям чувство вины. И я думаю, почему я навещала свою бабушку так редко? Она всегда меня так ждет. И тут я поняла, что да, я жила у подруги, которая, грубо говоря, внутри не особо была рада, как оказалось меня видеть, но я не подумала о самом близком для меня родственнике, о моей бабушке. И знаете, у меня в тот момент вообще даже слезы на глазах как-то навернулись, потому что я реально, ну, поняла, что действительно мне стоит побыть с бабушкой. Именно вот в этот момент я нуждаюсь в том, чтобы просто побыть с бабулей, которая согрела меня своим теплом, когда я переехала, естественно, после тех съемок, в которых я участвовала. Я не знала про Алису, но знала, видимо, поэтому приехала за границу. Да, хозяин этого телефона выражал. Половина вещей, которые у меня остались у Насти, естественно, которые ей были нужны, она оставила себе. Это моя нюновая подсветка, чилл. Я думаю, вы видели ее в моих каких-то роликах. Это какие-то спреи, это приятные шампуни, там, предубеждают бренды, которые мне нравятся. Короче, все она оставила у себя, то, что ей вот нравилось больше всего, думая, что я об этом не, ну, как бы не догадаюсь или не замечу. Когда я ей написала через два дня, будь добра мне вернуть эти вещи, она сказала, что у меня нет желания тебя видеть. Вообще без причины, абсолютно без причины. Она там устраивала какие-то истерики непонятные. Чтобы ей человек, с которым она общалась, и который приходил к нам в гости, передал ключи от ее квартиры. У нас были, как бы, такие полумутки. И тут я понимаю, что она еще и к нему подкатывает. В итоге потеряла подругу, потеряла мужчину, с которым я общалась. Мне от этого стало совершенно не грустно, потому что я еще сильнее сблизилась с бабушкой. Мы постоянно там чем-то занимались, разговаривали, беседовали. Нам было очень тепло, точно так же, как и по сей день. И прямо сейчас я хочу немножечко окунуться в мое проживание у бабушки. Я подсниму сейчас для вас свою комнату. Моя бабушка ответит на пару-тройку вопросов. И, соответственно, я сразу же к вам вернусь. И мы будем говорить с вами немножечко об операции. Ну что, котята мои, я готова показать вам свой уютный уголочек комната моей бабушки. Ну и временная комната, в которой я сейчас живу. Как вы видите, она не особо большая, но зато я ее успела обустроить. Это поставить свет. Неончик, который светит сверху моего туалетного столика. Это лампочки, которые я могу в любой момент включить. Просто, ну, неимоверно, как ярко становится в комнате. Я могу сделать чуть-чуть потемнее. И вы посмотрите немножечко на этот туалетный столик. Он у меня уютненький. И здесь у меня лежат, как вы видите, и карты Таро, и свечи, которые я зажигаю, когда делаю клиентам расклады. Ну и, собственно, моя тетрадка. Сейчас я переверну камеру и вам покажу. Ну что, это мой гримуар, через который я учусь Таро нумерологии. Как вы видите, у меня здесь просто все расписано. А в конце находится вычитание моих клиентов, которым я потом рассказываю. Их ресурс, их миссию, их предназначение и их социальную задачу, через что им зарабатывать деньги. Так что, если вы хотите точно такой же разбор или заказать у меня расклад Таро, у меня тут тоже лежат много карт, мои тетрадки, новые колоды, то тоже обязательно записывайтесь ко мне, пишите мне в директ в инстаграме. Ну и, собственно, я подберу вам любимые расклады, которые я вам могу сделать. Если мы посмотрим чуть левее, то здесь вы можете увидеть множество фотографий. Мое зеркало. Ну и, собственно, тут часть моих фотографий, ну и вообще моей семьи. Это моя детская фотография с начальной школы. Это моя мама и папа, а это семья как раз-таки моего папы. Получается, это его родной брат и его жена. Тут целое дерево со всеми нашими лицами. Это все, естественно, бабушкина, моя двоюродная сестра Роксана, которая сейчас живет в Челябинске, и наши всякие детские фотографии. Здесь у меня лежат всякие магические средства. Получается тоже свечи для всяких ритуальчиков. Мои любимые украшения, которые я просто обожаю. Там всякие разные цепочки, которые я очень обожаю надевать. Просто под абсолютно разные луки. Ну и моя огромная кровать, на которой я сплю. Не могу жить без подушки для беременных, потому что мне нельзя сейчас после операции на грудь поворачиваться на бок. Ну или долго спать не могу. Поэтому я сплю на спине, не говоря уже о том, чтобы спать на животе. Я просто беру вот так вот удобненько ложусь, и вы не представляете, как мне по кайфу. Просто ножки можно как я только хочу сложить. Даже подушечку можно вот так вот перекинуть, повернуться чуть-чуть на бок. В общем, для меня это самая настоящая красота и рай. Эта подушка заменяет просто все подушки, которые у меня до этого были. Я не использую даже обычную подушку. Я сплю на этой подушке для беременных, и мне по кайфу. Благо я не беременна. От этого мне еще спокойнее становится. Слева находится вот такая вот вешалка, на которую я постоянно сваливаю свои вещи, и бабушка их постоянно убирает, потому что мне не хватает на это времени. Я ее об этом не прошу, просто она мне постоянно в этом помогает. И такая, Карин, я уже все сложила. Я такая, блин, бабушка, спасибо. А что я буду делать, когда перееду уже в свою квартиру? Что-то я уже разучилась убираться. Там тоже висят всякие мои вещи, вещи моей бабушки, всякие мои костюмы. Внизу всякие, получается, мои кроссовочки. Ну и, собственно, если закрыть шкаф и посмотреть с левой стороны, то тут тоже лежат мои вещи, которые мне нужны вот на ближайшее время проживания у бабушки. Но я уже, получается, скоро перееду, и уже буду снимать для вас влог с переезда, получается. Тут, естественно, лежат мои все духи, которые я люблю больше всего. Памятка от моих имплантов, чтобы вы понимали, да-да, все настолько серьезно. Ну и, собственно, слева всякие сумочки. Одна из моих любимых – это сумочка «Дизель». Вот такое вот чудесное средство, которое подсушивает кожу. Это как ПД колечко. Сверху находятся две мои книжки «Тысяча и одно заклинание». Ну и, собственно, блокнот, в который я все записываю. Так что вот такая вот комнатка. Мне она кажется очень уютной, и мне в ней реально комфортно. Если честно, я даже задумываюсь иногда о том, что, блин, что-то мне уже не хочется переезжать. Бабушка за мной так ухаживает, и ухаживала, когда я сделала себе грудь, что мне реально никуда не хочется. Мне просто по кайфу жить здесь, кайфовать здесь, но, прикиньте, у меня есть теперь своя квартира. Я просто в это не верю. Ну что, пойдемте к моей бабушке. Получается вот такая вот здесь красота. Очень уютно, очень комфортно. Уютненький столик, за которым я сижу, и мы вместе с бабушкой смотрим телевизор. Ну и, собственно, кухня. Прекрасная, уютная кухня. Ну и, собственно, моя любимая, красивая бабуля. Просто потрясающе выглядит. Императрица самая настоящая. Да, Душа, Алина, перехвалишь бабушку. Ну что, бабуля, расскажи, как тебе живется здесь со мной? Уютно, комфортно, прекрасно живется. Жалко, что ты уедешь от меня. Я уже к тебе за месяц привыкла так. Я тоже, если честно, к себе привыкла, и к тебе, бабушка, привыкла. Ты моя хорошая девочка. Бабушка скучать будет без тебя. Как тебе было вообще ухаживать за мной, когда я сделала грудь? Переживала за меня? Ну как же не переживала? Ты же помнишь, что я переживала за тебя. Не давала тебе ни встать, ни наклониться, ни ничего делать. Ну вообще, как тебе было наблюдать за мной, когда я сделала операцию? Жалко было. Да? Жалко было. Ну а как тебе мои буфера сейчас? Ну, это слов нет даже. Такая красота. Слов нет прям. В общем, да, ребята, вот так вот мы живем, кайфуем здесь. Бабушка мне по утрам готовит панкейки. Это мое самое любимое блюдо по утрам. В общем, мне кажется, я уже с ним перебарщиваю. Перебарщивает с ним, правда. Я уже смотреть на них не могу, не то чтобы она есть. Вот именно, а я постоянно их кушаю. Панкейки это вообще самое любимое, что могло придумать человечество для меня. Лучше блинов, что ли? Лучше блинов. И лучше оладушек. Да, и лучше оладушек. Панкейки это вообще рано. Так что, ребятки, пожелайте нам комфортного проживания. Я уже скоро буду переезжать и позову бабушку обязательно на новоселье. Ну что, мои сладкие, теперь я поподробнее готова рассказать вам о моей операции. Вы задали в моем телеграм-канале мне вопросы, на которые я сейчас буду отвечать. Пользуясь случаем, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ник вы видите сейчас на своих экранах. Ведьмочка Аракелян. Ну или просто вам нужно после просмотра этого ролика перейти по ссылочке ниже и подписаться на меня, потому что в моем телеграм-канале я показываю больше жизни. И, естественно, у вас есть вероятность попасть в мои последующие ролики, потому что я буду как можно чаще отвечать на ваши вопросы. Я попросила вас задать мне вопросы касаемо операции. Ну и сейчас, когда вы увидели, как я живу у своей бабушки, я готова рассказать вам поподробнее, почему я все-таки сделала грудь и как я на это решилась. Я давно мечтала сделать грудь в Фрау Клиник. Это моя любимая клиника, где я до этого делала себе перегородку носа у доктора Абрамяна. Об этом у меня тоже был влог на моем канале. Я схожу на снятие вот этой вот штучки с носа, так сказать, специальных липких пластинок. Также у меня в носу стоят пластинки, из-за которых вы можете заметить, что я до сих пор чуть-чуть разговариваю в нос. Я думаю, вы прекрасно помните, что у меня практически не было груди, и впереди я собираюсь связывать прям свою жизнь со спортом. И я буду сушиться, буду активно худеть, а когда я худенькая, у меня вообще полностью пропадает грудь. И когда я понимала, что все топики с меня спадают, что по моим пропорциям мне вообще не подходит мой 0,5 размер груди, даже еле доходящий до первого, я написала клинике, мне ответили, хорошо, пойдемте на консультацию. И, собственно, у доктора было время 25 января сделать мне операцию. И я такая, что, как? А я пошла как раз на консультацию, чтобы вы понимали числа 22-23 января. Ну и мне говорят, бегом сдавать все анализы, мы убедимся, что у вас все хорошо, и, собственно, вы сможете сделать себе потрясающую грудь. Я прихожу домой и такая, бабушка, все, я послезавтра делаю операцию. И знаете, когда я сделала операцию, я почувствовала себя снова ребенком, потому что мне нельзя было поднимать руки, я не могла нормально ходить в туалет, если честно, у меня, ну вот прям было такое вот состояние тяжести в груди. И за мной так ухаживала бабушка, мне это было так нужно. И я как раз собиралась, когда услышала от папы, что почему ты не хочешь жить у бабушки, к ней приехать, поговорить, пообщаться поближе. И тут вот такая вот прекрасная возможность выдалась пожить у моей любимой бабули, у которой я раньше ночевала, у которой я раньше вообще чем только угодно не занималась. Это было вообще у меня самое веселое детство. И что, я готова открыть вопросы, которые вы мне задавали, и, собственно, дать вам все комментарии касаемо моего увеличения груди. Итак, первый вопрос пишет Алёся и спрашивает. 5 лайков на этом комментарии. Сколько стоит это удовольствие? 413 тысяч стоила моя грудь, а так, собственно, начиная от 300 тысяч вы можете сделать операцию у доктора Козлова. Если вы, конечно, хотите, но это ни в коем случае не реклама, я просто дополнительно оставлю вам ссылочку на клинику, оставлю вам ссылочку на доктора. Кому интересно, я просто это сделаю, потому что, ну, будет дохерища вопросов, и я хочу, чтобы вы все знали, где я делала грудь и за сколько я делала грудь. Лично мои импланты 375 миллилитров стоят 413 тысяч. Ну, и в моей ситуации как раз-таки именно эта стоимость. А так, может быть, вы захотите себе поменьше размер сделать, ну, все что угодно может быть, от 300 тысяч стоит операция. Следующий вопрос, как отходила от наркоза, больно ли тебе было отходить? Слушайте, я вспоминаю, что я очень легко вошла в наркоз, у меня даже на полтора миллиона просмотров есть рилс в инстаграме. Красавица моя. Блин, я чувствую, что меня уже чуть-чуть... Главное, чтобы телефона, наверное, не грохнула в пол, пожалуйста. Не, я не грохну, я контролирую. Да ладно, контролируй, что ты наша. Давай-давай, я тебе придержу телефон. Давай, держи. Готовься засыпать. Мне хочется прямо уйти. Уйти? Да, вот я прямо сниму, выложу это в рилс, и все увидят, как я отрубаюсь. Как себя чувствуешь? Ну, пока нормально. Чуть-чуть так расслабление, как будто два бокала шампанского выпила. Ага. А теперь? Теперь уже три или уже виски? Теперь уже виски. Теперь уже виски, хорошо. А теперь марихуана? Марихуана. Или как-то? А что, по-моему? Блин, ну вот это ощущение вообще прекрасное. Ну, у тебя в руках еще такая сила, держишь даже телефон. Все, забирай нафиг. Ага. Когда я начала потихонечку просыпаться, я чувствовала очень сильную дрожь, мне было как-то дискомфортно, прям я плакала, потому что, ну вот прям непривычно мне было испытывать эти ощущения, с риносептопластикой было попроще. И я почувствовала сразу же такую тяжесть в груди и такое ощущение в корсете. Я даже не поняла, как мне его надели. Типа, когда они умудрились и успели это сделать, типа, бац, за секунду, и я уже проснулась с новыми сиськами. Как будто бы, вот знаете, с чем могу сравнить? Горячую, раскаленную плиту тебе положили на грудь, и ты просто лежишь с этим ощущением и думаешь, бля, о чем мне с этим ощущением-то вообще делать? Но это было только в первый день, только вот 24 часа мне нужно было это потерпеть. Тем более, ко мне постоянно в палату заходили медсестры, в попу кололи мне обейсбол, и мне становилось легче. Вообще, да, больно было от наркоза отходить, честно вам скажу, но это того стоило. Сейчас я просто не верю, что у меня имеется такая красота. Я за вообще принятие тела, но в моем случае, я честно могу сказать, у меня не было какого-то дискомфорта заходить с моей маленькой грудью, не было какого-то ощущения, что мне не нравится моя маленькая грудь. Просто я понимала, что я не пожалею, если увеличу грудь, мне это нравится, я хочу это сделать. Я буду чувствовать себя более раскрепощенно, более круто с новой грудью, поэтому почему бы и нет, жизнь одна, я вся забитая в татуировках, поэтому почему бы не сделать сиськи, тем более в этом я перебора не вижу, как и в татуировках. Вот честно вам могу сказать, мне вообще все нравится, мне по кайфу, и да, от наркоза отходить больно, но кому как. Я в шоке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я пока ничего не соображаю, но операция прошла успешно. Меня очень сильно колбасит. Следующий вопрос. Были ли те люди, которые были против, ну, собственно, моего увеличения груди? Нет. Мама была за, она понимала, что как бы я очень давно этого хочу, что мне реально это пойдет, тем более моя мама сама увеличивала грудь, тем более она точно была не против. Папа никак не влезал в эти вот все дискуссии, он просто как бы такой, хочешь, делай, окей, как бы ты все равно не послушаешь, ты делаешь уже с самого детства все, что ты захочешь, поэтому, окей, бабушка тоже сказала, ну, прикольно, подруги все меня тоже поддержали, поэтому вообще никого не было, ну, из серии тех, кто был против моего увеличения груди. Все говорили, ты большая молодец, делай вперед, только набирайся смелости. Слушайте, а я вообще, ну, вот как-то не ощутила, что мне как-то тяжело подготовиться к операции и так далее, нихрена. Я просто приняла решение и такая, бац, все, я увеличиваю грудь, окей, мне это нравится и отлично. Что перед операцией не рекомендуется делать? Ну, вообще, мне говорили, я не читала в интернете, что там не рекомендуется делать, естественно, что-то употреблять, пить алкоголь однозначно нельзя, сильно закачивать спину в зале, там, резко поднимать руки или перекачивать грудь настолько, чтобы там вообще хирург херычу смог вставить, вот этого делать нельзя. Употреблять что-то наподобие каких-то там таблеток, которые запрещены, ну, в общем, я-то сделала анализы, у меня все было хорошо, вот, у меня в любом случае спрашивали, какие таблетки я пью, я сказала, что, ну, вообще абсолютно никаких, кроме там всяких бадов, витаминчиков, которые там повышают как бы иммунитет организма, на них никаких не было претензий. Далее, два вопроса сразу, болела ли после операции грудь? Да, естественно, болела, причем до сих пор бывает иногда чуть-чуть побаливает, но это абсолютно нормальное явление, потому что вам вставляют в грудь инородное тело, и всему нужно как бы прижиться, вашему организму нужно это принять, тем более он на это тратит очень много энергии, и у вас иммунитет, прям, я скажу так, немножечко ослабляется, поэтому нужно пить там всякие антибиотики и таблетки, которые помогают вам справиться со всем, что вы пережили. Что ты чувствовала после операции? Ну, небольшое головокружение, вообще чувствовала себя амебой какой-то, потому что мне было даже тяжеловато как-то вот встать с кровати, чтобы дойти элементарно до туалета, который находился там в трех метрах. Я сразу чувствовала, что напрягается грудь от любого движения руки, ну, и подниматься мне помогала кровать, которая сама вот так вот поднимается, поняли, да, она в больницах, как бы спинка приподнимается, и от этого легче вставать. Я просила медсестру мне помочь, вот, ну и пресс, естественно, если вы качаете пресс, вам проще всего вставать после увеличения груди, и вы просто вот так бац, поднимаетесь, напрягается пресс, и вам легче потом дойти до туалета. Это единственное, что я хочу отметить. Далее, какое питание и какие тренировки ты делаешь, и будешь ли ты делать, пока организм восстанавливается? Да, хочу вам сказать уже, что я начала ходить в зал, я месяц носила каросет, месяц восстанавливалась, как вы видите, я чуть-чуть поднабрала в весе, но это буквально лишние, там, 2-3 килограмма, которые очень легко сбросить, благодаря физической нагрузке, а у меня ее не было целый месяц. Тем более, организм восстанавливался, хотелось побольше кушать фруктиков, друзья постоянно мне, знакомые, там, коллеги, приносили то цветочки, то батончики, то шоколадки, много всякой вот этой красоты. Из тренировок я делаю только кардио, поднимаюсь по лестнице, хожу по дорожке, немножечко качаю жопу, но наверх я еще полгода точно ничего делать не буду, поэтому пока у меня просто вкачаны немножечко мышцы, плечи, вот, мне этого будет абсолютно достаточно, ну, и я пока буду качать просто свой прекрасный орех, который и без этого уже чудесный, но я хочу его еще больше сделать, это было бы прям прекрасно. Снижается ли чувствительность сосков после увеличения груди? Да, вот я сейчас даже чешую свою правую грудь, я ничего не чувствую, сам сосок я чувствую, но не так сильно, как до этого, даже, знаете, такие болезненные ощущения, но вот здесь я ничего не чувствую, а на левой груди я чувствую, но все равно присутствует такое пока, а не менее, потому что не все прижилось, вот и все, а так чувствительность, естественно, снижается, но она восстановится через время, и меня это абсолютно не пугает. Если бы 5 лет назад тебе сказали, что ты будешь делать такую операцию, скажи, пожалуйста, поверила бы? Да, естественно, поверила бы. Я знаю, что я бесстрашный человек, я знаю, что я с каждым днем совершенствуюсь все больше и больше, поэтому почему бы мне и не поверить в это? Тем более, 5 лет назад мне было как бы 16 лет. Пиздец! Просто прикиньте, ребят, я недавно снимала на YouTube, вот как раз в 16 лет, и вот как быстро летит время, в 16 лет, да естественно, я бы поверила, я бы и в 16 лет вообще с кайфами грудь увеличила, я вам честно скажу. Я уже тусила, там по ресторанам бегала, ну тусовочки всякие ходила, как бы вы знаете, что я рано выросла, поэтому, конечно, поверила бы. Как Полина отреагировала на твое увеличение груди, и сама ли она не хочет этого? Полина такая, ну говорила мне, умничка, Карина, давай так держать, да блин, Полина сама никакого увеличения груди не хочет. Чтобы вы понимали, у нас с ней сейчас одинаковый рост, у нас с ней сейчас одинаковый размер груди, я клянусь вам, у Полины сейчас вот такие сиськи, как у меня. Просто, вот, ну вот, в кого она пошла? Она пошла, видимо, в мамину линию, а я пошла в папину, потому что по папиной линии все с огромной жопой, но все бесисечные. Вот такая вот история. Так что Полина увеличить грудь не хочет, но она была абсолютно за мою операцию. Ну и последний вопрос на сегодня, тоже очень интересный. Карин, расскажи еще про зону подмышек. Что за процедуру ты делала и зачем? Хорошей тебе реабилитации. Спасибо большое. Да, я хотела еще добавить, что вот тут у меня остались небольшие шрамики, если вы видите. Вот тут такая точечка. Ну и, собственно, вот тут. Чтобы грудь смотрелась равномерно и красиво, мы убрали здесь лишний жир, потому что, когда я сидела вот так, у меня тут, соответственно, были такие складки, которые, ну, как-то не очень эстетично выглядели, и мне хирург вообще без каких-либо предъяв там и вопросов сказал, все, я тебе тут просто жир уберу, и будешь ходить прекрасно, с красивой грудью, без лишнего жира здесь. Это, получается, у меня была липосакция в зоне подмышек. Здесь тоже все быстро зажило, все было прекрасно и замечательно. Так что, дорогие мои, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы сегодня поговорили с вами и о моем переезде, который ждет меня и вас впереди. Я буду скоро снимать влоги, следующий ролик будет тоже на очень интересную тематику. Я буду общаться с вами через ваши истории, и мы вместе поговорим о всяких трешовых ситуациях, связанные с отношениями. У меня были пиздецовые моменты, реально абьюзивные. Я, как вы помните, была практически под 80 килограмм в весе. Мне морально это было очень тяжело. У меня было и расстройство пищевого поведения, и много вот этих вот историй. Блин, мне 20 лет. Через практически там 3 плюс-минус 4 недели мне будет 21, но такое ощущение, что я прошла через огонь, воду и медные трубы. Серьезно. То есть, у меня уже были какие-то такие моменты, которые люди и в 30, и в 35 лет не переживают, чуть ли там не в 40. Многие только начинают там увеличивать грудь в 40. Мне многие отвечают на мои сторис, типа, Карина, как бы я хотела увеличить грудь, мне уже 40 лет, но я об этом мечтаю. Ребят, просто руки в ноги, ставьте себе цели, прекрасно расписывайте на листочке, чего вы хотите, чего вы не хотите. Подписывайтесь на мой инстаграм и на мой телеграм, чтобы не пропускать новости. Быть со мной еще ближе, и я очень надеюсь, что мы с вами еще сильнее сблизились через это видео. С вами была Карина Аракелян, и всем до скорых встреч. Пока-пока!